Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Политическая оценка КПРФ». Ведет занятие первый секретарь ЦК Родфронта Виктор Аркадьевич Тюлькин. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Я так полагаю, что у нас сегодня тема одна из самых простых и интересных. Думаю, что практически любого из этого зала возьми, да, и он примерно в том же направлении, что я проведет анализ. Препарирует все, расскажет нам. Но, наверное, потому что в силу истории я, может быть, больше других или раньше начал участвовать в этих политических процессах. Зачем-то наблюдал, был свидетелем, а в некоторых непосредственно участие принимал, да. Поэтому, значит, руководство нашего университета дало мне поручение. Я, так сказать, насколько подготовился и смогу, постараюсь, так сказать, добросовестно выполнить это задание. Итак, тема у нас это политическая оценка и, можно сказать, политический портрет, значит, самой большой, самой большой партии по численности, да. Значит, которая называется левой коммунистической, проще, проще, коммунистической партией Российской Федерации, лидером, бессмертным, скажем так, лидером, который является Геннадий Андреевич Зуганов уже. И, значит, что значит дать классовую оценку, да, Николай, политическую? Это значит дать с точки зрения, значит, классовой. Потому что политика это и есть соотношение классов, так, по определению. В различных формах, время и прочее, прочее. Поэтому, вот, значит, этой задачей мы и займёмся, в том числе, обратившись там к определениям, к науке и к истории, всяким этим делам. Значит, надо нам с вами вместе посоветоваться, посмотреть на, значит, документы, на практическую политику и ответить, к какому классу служит организация, да, то есть, чьи интересы защищает, выражает, наверное, правильнее. Какие цели ставят, обычно это отражено в программе партии, так. И кроме того, что какие цели ставят, а какие методы, какие методы предлагают, чтобы эти цели реализовать, чтобы их достичь, чтобы что-то получилось. Ну и, соответственно, что собирается строить и как, в понятном виде. Потому что мы с вами на одном из занятий разбирали, что даже за понятием советская власть зачастую понимают совершенно, значит, различные вещи, товарищи, по этим делам. Поэтому, вот, начнём, давайте, примерно, с разбора этих вопросов. Ну, казалось бы, есть программа партии, есть название партии, да, коммунистическое. Ну, вроде бы, всё, так сказать, ясно, понятно. И мы это проходим с вами, значит, в практической работе очень часто. Во-первых, мы давно друг друга знаем. Мы знаем, что много есть хороших людей, которые там искренне и прочее, в той же КПРФ. И как часто мы от них слышим, у нас же с вами основное это общее. Вы коммунистисты, мы коммунисты. У вас красное знамя, у нас красное знамя. У вас серпы молот, у нас серпы молот. Ну, чего нам делить, потом разберёмся, давайте. Так или нет? Ну, зачастую мы с этим сталкиваемся. Это говорит только о том, что надо не просто смотреть на названия, на символы. Тем более, кто как сам себя назвал. И не просто даже заглядывать в программу. Потому что Владимир Ильич, значит, говорил примерно так. Потому что мало того, что партия запишет сама себе в программу. Значит, зачастую гораздо важнее посмотреть, а чем она занимается на самом деле. Каковы, так сказать, результаты её деятельности. И, значит, как она про себя проявляет в те или иные моменты. О чём идёт? О том, что и в публикациях КПРФ, и в выступлениях лидеров можно слышать такие жёсткие определения. Режим антинародный. Страна находится чуть ли не под властью оккупационного режима. Осуществляется политика геноцида русского народа, нашего советского. Пора с этим, так сказать, завязывать. Так больше жить нельзя и прочее, прочее. А что мы видим на самом деле? Вот посмотрите. Геннадий Андреевич Зюганов, это, дай бог памяти, 2019 год, получает награду из рук Дмитрия Анатольевича Медведева, которого они считают одним из самых вредных премьер-министров, то есть, руководителем буржуазного правительства, которое ведёт страну по гибельному либеральному курсу и которого снять надо. После того, как Медведева заменили на Мишустина, это было преподнесено чуть ли не как победа. И что мы на этой фото... Значит, какая картинка? Это вручение Геннадию Андреевичу Зюганову медали Столыпина. Второй степени Столыпина. Я не буду вдаваться в историю и напоминать, что Столыпина Ленин характеризовал как обер-вешателя, значит, одного из выдающихся реакционеров. Но то, чего, может, некоторые из вас не уловили, могу сказать, за что вручена эта медаль Геннадия Андреевича. Вот за что. За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития нашей страны. Вот сегодняшнее положение, само направление стратегического развития нашей страны, оказывается, с помощью Геннадия Андреевича определено. И за это вручена не более, не менее, как медаль. Я уже не говорю, что у него есть медали, не медали, а ордена за заслуги перед Отечеством. Хотя, начиная от манифеста Карла Маркса, известно, что у пролетария нет Отечества. Есть орден Александра Невского, Пресвятого там, ну и так далее. Но это, так сказать, один из маленьких штрихов для, или на этой большой картине, которую нам предстоит еще нарисовать. Недавно прошли выборы, которые отличались особой напряженностью выборов в парламент. В пропаганде наших друзей-соперников из КПРФ звучали слова, что это чуть ли не последний шанс изменить ситуацию мирными средствами. Значит, надо бросить все, или сейчас, или никогда. Особенно отличались в этой пропаганде различные союзники при КПРФ. И честерсердечные, и откровенные прихлебатели, типа там Колпакиди, Платошкин и прочее, прочее. Значит, и общий хор выходил на тему, которую можно было примерно перевести так, что или сейчас, или никогда. Все для фронта, все для победы, все бросаем. И что мы имеем по результатам? По результатам мы имеем, что, во-первых, КПРФ из всех парламентских партий затратила на выбранную кампанию меньше всего средств. Всего меньше двухсот миллионов. Хотя из бюджета, из бюджета, замечу, ни парт взносы, ни там какие-то спорта, только из бюджета в год получает порядка двух миллиардов денег. То есть, как бы напрашивается вывод, что призывы это призывами, а сами они к этому относились довольно, так сказать, спокойно, с такой технологической прохладцией. Ну, вот выборы закончились. Здесь получили больше мест, там, на десяток с небольшим, чем было в предыдущей думе. Проходит встреча с кем? С гарантом всего этого строя, который мы вообще, значит, вместе характеризуем как антирабочий, антинародный, эксплуататорский. С элементами диктатуры и тенденциями в сторону фашизации. Проходит встреча представителей партий, лидеров партий, с этим самым гарантом диктатуры буржуазии и порядков. Попросим запустить этот ролик, если, значит, сумею. В том числе совместное время провождения встречи в горах, на фуникулерах, на лыжах, на рыбалке, так сказать, где вместе с руководителями антинародного режима присутствуют лидеры парламентских партий. Ну и в обстановке, как нынче, мудно говорить, без галстуков, дружески общаются и обсуждают, как будут дальше прокладывать стратегический курс социально-экономического развития страны, за что выдаются в том числе медали и ординаты. Значит, медалью Столыпина также награжден Жириновский, правда, степенью повыше, там он первой степени. Ну, Геннадий Андреевич еще будет стараться. Ну, это я к чему, значит, что вот из того, что мы видим, да, если не разбираться детально, но, в общем, значит, вывод-то один, что, по большому счету, предложение президента-то ведь поддерживается партией, да, и надо только вот к ногтю прижать вот тех самых вредителей в правительстве, которые вот эти самые, значит, умные и хорошие мысли не реализуют, и что мы-то готовы, у нас есть команда, специалисты, у нас есть разработанные программы, мы же подавали и будем подавать, вы давайте наш позовите, мы тут явимся. И это, грубо говоря, предложение хорошего капитализма, его можно, можно, так сказать, сейчас подремонтировать, капитально подремонтировать, как выражается Геннадий Андреевич, и, то есть, исходя из того, что вот мы тут посмотрели так, бегло, что ли, посмотрели, значит, на ум приходит первая мысль, что, конечно, название это, так, коммунистическое, но с точки зрения практики сегодняшней, значит, что-то не так, поэтому надо поглядеть и в программу, и в, ну, практическую реализацию этих самых слов и прочее, прочее. Вот с этой стороны я предлагаю вместе нам вспомнить, значит, ту работу, которую для нас проделали наши предшественники, основатели марксизма, наши учителя, да, Маркс, Энгельс, Ленин, они для коммунистической партии основные их характеристики, значит, определили, вывели, и они нам известны из работ, начиная с манифеста коммунистической партии, значит, всех других и практики революционной борьбы коммунистической строительства. Ну, прежде всего, Компартия, это партия рабочего класса, да, она выражает его интересы, и она не просто выражает интересы, она организует борьбу рабочего класса, организует, значит, из класса в себе в класс до себя, и организует эту борьбу не просто признавая классу, а доводит это признание до признания диктатуры пролетариата. А всю теорию можно выразить одним словом, уничтожение частной собственности, да, и из форм реализации, значит, советской власти Владимир Ильич подчеркнул, что Советы являются формой, которая имеет значение гораздо шире, чем для России, в узком смысле, да, специально отмечал, и что этот опыт, скорее всего, обязательный для повторения другими отрядами в разных странах и прочее, прочее, так. Ну, а для того, чтобы это дело дальше осуществлять и строить, значит, все равно нужен революционный переход, то есть курс на революцию, при всем при этом. Значит, интернационализм, научное мировоззрение, это все необходимые, еще недостаточно, но необходимые черты для того, чтобы партия могла называться коммунистической, и эти требования были отражены в условиях приемов Коминтерн, 21 условия, которые, значит, по инициативе Владимира Ильич Ленина были выработаны, отражены и прочее, прочее. Вот насколько сегодня товарищи, скажем так, из КПРФ, с коммунистическим названием и с красным флагом соответствуют этим требованиям, или хотя бы стремятся на это дело походить или чего-то. Если исходить из того, что это партия рабочего класса, так, то в самом начале своего пути, они в своем анализе, значит, отталкивались примерно от того, что КПСС потерпела поражение, потому что она, значит, отражала интересы старого рабочего класса. Вот как там это самое. В начале века 20-го было, она так и продолжала. Она не заметила тех изменений, которые произошли в обществе, не уловила научно-технического прогресса, так. А надо было развернуться, надо было развернуться в сторону нарождающего, грамотного, технократического класса, в сторону, так сказать, интеллигенции научной и прочего, всяких этих дел. Сегодня они это понимание довели до того, что, значит, число пролетариев записывают и врачей, и учителей, и бухгалтеров, так сказать, и программистов, и пошло-поехало. А отсюда небольшой мостик до народовластия. В их понимании, значит, народовластия, это, в общем-то, и есть сегодняшний эквивалент понятию диктатуры пролетариата. Недаром, обращаясь к теории советов, вот у нас программа минимум восстановления там советской власти, да, а у товарищей из КПРФ есть такой оборот из уст Геннадия Андреевича. И мы боремся за парламентскую республику, за подлинное властье в виде парламентской республики советского типа. О, понимаешь, такие модели обороты. В манифесте записано, коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности. Так, это, надо понимать, процесс, конечно, да, но он предполагает в том числе и национализацию, экспроприацию и прочее. Товарищи из КПРФ, тот же Геннадий Андреевич, значит, в трудах своих клянут в варварскую, нехорошую, грабительскую приватизацию по Чубайсу. Варварская, от нее все беды. А ведь были другие варианты. Причем, заметьте, другие, справедливые, хорошие варианты разрабатывались в недрах аппарата ЦК КПСС. С именными чеками, с справедливым подходом, чтобы каждый действительно стал обладателем тех пресловутых, значит, двух волк, да, ну, выраженных в каких-то других там эквивалентах и прочих делах. Другой момент – развитие классовой борьбы. Ну, мы с вами много занятий посвящали, изучая профсоюзную борьбу, экономическую, забастовки, политические элементы. Геннадий Андреевич выразил это коротко и емко очень. Есть два вида борьбы, так? Булыжник и великень. Мы выбираем великень. Ну, вот, я думаю, что здесь грамотный народ собрался и понимает, что под булыжником-то, имеется в виду, ну, знаменитое произведение скульптора, да, булыжника «Орудия пролетариата». Понимается совсем не призыв «давайте хвататься за булыжники». Речь идет о том, что или практическая борьба, борьба, ну, есть борьба, там, может быть, и больные, и потери, и так далее. Или за борьбу выбирается путь честные выборы, бюллетень, бурный, вот, еще немного постараемся, вот, в следующий раз. Вот, это все то, что в конечном итоге попадает под известное определение парламентский кретинизм, да, а по сути это, ну, как бы, увод в сторону от борьбы и выполнение функций своеобразного демпфера, когда протест народа, энергия протеста, вводится вот в то, что давай-ка мы еще напряжемся и в следующий раз, глядишь, что-нибудь получим. Ну, и известный тезис, лимит на революции у нас исчерпан, господа, исчерпан лимит, ну, после этого какие, так сказать, двери, куда, куда можно называть, как идти или чего-то. Значит, мы, наверное, не будем разбирать там еще признаки и по, значит, научному мировоззрению и интернационализму, хотя заметить надо, что до такой степени доходит вот иногда, ну, назовем чудачество, что ли, теоретиков, горе теоретиков, что они сумели и марксизм разделить на западническое течение, которое там вот от Маркса с Эрмисом и разлагающаяся Европа, да, пыталась нам навязать. И большевизм, который во главе с Лениным переборол, переморол, высадил на русскую почву, и у нас здесь уже не марксизм, у нас здесь нечто новое, так сказать, ура, патриотическое, с чем мы и дальше, так сказать, будем двигаться. Ну, и как вишенка на торте, Геннадий Андреевич в качестве достижения преподносит, что сегодня до 20% членов партии КПРФ являются верующими. Ну, казалось бы, в конце концов, и Владимир Ильич допускал, допускал прием в партию верующих людей, но при этом, значит, подчеркивал, что если у него вопросы сегодняшней борьбы в составе класса находятся на первом месте по отношению к его личным убеждениям и верованиям, тогда это возможно. И большевики допускали прием верующих в партию, а Геннадий Андреевич, по большому счету, занимается тем, что он из коммунистов делает верующих. Вот их, так сказать, туда, значит, с какими-то надеждами на то, что расширит социальную базу, что будут более привлекательными и прочими делами. Вот после, так сказать, этого небольшого сравнительного экспресс-анализа встает вопрос, что, ну, может, это случайно так вот, знаешь, как получилось, склалось, как там бабушка говорит, по этим делам. Может быть, эти процессы идут независимо в партии КПРФ от правящего класса и правительства Российской Федерации сегодняшнего, уже Путина. А нет, я уже приводил эти примеры и рекомендую всем, еще раз, внимательнее изучить и использовать свои пропагандии. Книжка, издание 99-го года, называется «От первого лица беседы с Владимиром Путиным». Владимир Владимирович еще не является президентом, еще не является. Но он отвечает на вопросы корреспондентов, и корреспонденты его спрашивают. А как вот отношения с коммунистами, так сказать, складываются? И у вас с ними сговор или договоренность, союз или как? На что Путин отвечает, так, что у нас с коммунистами отношения, по большому счету, особые. Ни один закон вообще в Думе не проходил без их участия или согласования. И коммунисты действительно имеют в виду КПРФ, являются самой старой, самой структурированной и с идейной основой партии. Но, по его мнению, он говорит, мне кажется и представляется, что у них есть два пути. У них есть все шансы стать современной парламентской партией в европейском смысле этого слова. Так, если они избавятся от своих идеологических таракатов. Корреспондент, значит, спрашивает, это что за эти самые животные-то? Как? Он говорит, ну, это же самое. Это национализация, экспроприация, диктатура пролетариата, революция, да? Вот от чего они должны избавиться или как. Корреспондент, корреспондент. Нет, а этого не будет, Путин отвечает, вот этого точно не будет. Не будет очередной крупномасштабной трагедии. И не будет никакого партнерства с коммунистами, пока они придерживаются такой позиции. Ну, как мы видим, значит, награды раздают и ордена, и медали, и, значит, какие-то сдвиги в этом есть, да? Корреспондент попался дотошный, и он, значит, пробует уточнить. Президент говорит, коммунисты либо изменят свои программные установки, и тогда они станут крупной левой партией. Повторяю, в европейском понимании этого слова, или они этого не сделают, потеряют свою социальную базу, и по мере естественного убывания постепенно сойдут с политической арены корреспондент. Они сами это понимают. Владимир Владимирович, лидеры все это понимают, как не покажется неожиданным. Они готовятся, на мой взгляд, к этому видоизменению. Но не могут этого сделать точно сейчас, боятся, что их электорат воспримет это как предательство. А ведь тут достаточно важно не упустить момент, когда, в какой степени, и насколько им нужно меняться, и так далее. То есть, по большому счету, мы видим линию на воплощение в жизнь мечты Михаила Сергеевича Горбачева. Помните, мы смотрели беседы с Юрием Григорьевичем Терентьевым, он рассказывал про ту самую план-схему изменения программы КПСС, про письма, которые были разосланы в обкомы, где говорилось Горбачеву о том, что нужно двигаться к другой, не только по сути, но и названию партии. То есть, к социал-демократической партии. Вот сегодня мы видим это, значит, воплощение этой самой мечты Горбачева в исполнении, значит, КПРФ, во главе с нынешним руководством, при, при, значит, одобрении, помощи, так сказать, патронаже со стороны гаранта, значит, всего этого режима. Ну и надо понимать класса, да, потому что не только, значит, а слова, которые, так сказать, льются с газет, хороших газет во много, правда, советской России и так далее, о том, что, значит, эксплуатируют, народ бедствует, сколько можно терпеть, там, барабы и так далее. Что о них можно сказать? Значит, я вспоминаю беседу, значит, Михаила Горбачева, наибух память, в девяностом году, с президентом Всемирного Еврейского Конгресса, Бронхманом, который приезжал в Союз. И тут высказывал мысль о том, что есть опасение, что вы, значит, зажмете реформы, так, и повернете спять, и наступит реакция. На что Михаил Сергеевич отвечал? В этом вопросе вы должны довериться мне. Значит, главное, что руль у нас заложен в правильном направлении, а уж в каком положении находится рукоятка скоростей, это зависит от сегодняшних условий. Когда надо, добавим газу, когда надо, притормозим. Когда надо, добавим фразеологии про коммунизм, про рабочий класс, про трудовой народ, про... Ну, и так далее, я лично, я лично, из уст Михаила Сергеевича, слышал обещание, что он до последних дней останется коммунистом. Вот, поэтому... Однако, значит, после вот этих небольших наших анализов и экскурсов и выводов, значит, давайте разберем следующий вопрос. Вот, естественно, вот, откуда это появилось, как дошли-то до жизни такой, да? Ну, в принципе-то, вроде как, значит, коммунисты по названию и прочее. И там много честных людей, которые, по большому счету, жизнь отдадут, вот, если, так сказать, позвать. Если надо будет и прочее. И мы таких знаем. Здесь уместно, опять же, посоветоваться с Владимиром Ильичом, который говорил, что порой невозможно дать объективную оценку вот сегодняшней политической силе партии или отдельным политикам, если не вспомнить, какую позицию они занимали, тогда он напоминал 905-й год, первую революцию и годы реакции, которые затем последовали, да? У нас здесь тоже этот момент весьма уместен. Вот Геннадий Андреевич любит говорить, наверное, кто его читал или слушал, знает, что «Я выступал, меня не раз вызывали на Политбюро, я там ставил вопрос ребром, да? Да меня там так пытали на Политбюро». Значит, и получается, что он чуть ли не первый организатор сопротивления в стране. Он выступил со статьей архитектов там у развалина и прочее, прочее. Вот не поленитесь, кто интересуется этим вопросом и прочее. Вот стенограммы 28-го съезда партии. Это последний съезд Горбачевский, скажем так, где силой ортодоксальных коммунистов, ДКИ, марксистской платформы дали бой. В том числе по вопросу на рынок. Еще в большем объеме, значит, стенограммы учредительного съезда КПРС ФСР, который проходил и до него, и после него. И в этих стенограммах можно найти выступления многих наших товарищей, в том числе, которые не были делегатами, не были делегатами съезда. Там и Юрий Григорьевич Терентьев, и Алексей Алексеевич Сергеев, и Попов Михаил Васильевич там есть, и Анпилов есть, и Крючков, и Бригарин там. Тюнкин тоже там есть. Значит, мы много сил потратили, чтобы добиться приглашения на съезд порядка 200 человек. Активистов, рабочих в первую очередь. Но выступление Геннадия Андреевича там ни одного не найдете. Это вот от нем. Там есть упоминание в оглавлении фамилии, только в одном месте. Когда избирали в новый состав ЦК, ну, в Российской партии, то Геннадий Андреевич там упоминается по списку, который сверху. От Михаила Сергеевича, и, так сказать, который... Вот там он есть. Это, значит, найдем. В других местах не предвидится. Ну, и, кстати, я уж поинтересовался у тех членов полетбюро ЦК, КПСФ, которые я знал лично у Олега Семеновича Шенина и у Рубикса. Я говорю, как там Геннадий Андреевич, действительно песочный? Да ну, что ты? Откуда? Когда? Про него. Вот. Ну, и справедливости, или, как бы, для поднимания процесса в глобальном масштабе. Значит, надо упомянуть о событиях 91-го года, августа, Ельцинского запрета, да? Деятельности КПСФ. И тогда, по большой задумке, процесс был организован так. С одной стороны, аппарат, аппарат ЦК большого, маленького, активно строил другую, по сути, и название, социал-демократическую, социалистическую партию трудящихся. Куда Валентин Александрович Купцов направлял людей и прочее, прочее. Значит, и Юрий Григорьевич рассказывал, как оно дальше развивалось и куда шло, дошло. Второе направление было под Андреевскими флагами и черно-желтыми, патриотическими и прочее. Вот это направление возглавил лично Геннадий Андреевич. При этом он не просто возглавил это направление. Я не поленился посмотреть так на памяти. Что в декабре 1991 года он вошел в Координационный Совет Российского Общенародного Союза. Одна ура-патриотическая организация. 12 июня 1992 года съезд российского национального РНС-собора, да, у нас членом президиума стал. В октябре 1992 года вошел в Оргкомитет фронта национального спасения и так далее и тому подобное. На призыв включиться в работу, поехать на инициативный съезд и поднять на борьбу, значит, людей, Геннадий Андреевич, вместе с другими секретарями ЦК, но он персонально, лично тогда сказал, что нет, сейчас не тот момент, надо пригнуться, надо переждать. У Ельцина уже заготовлена указ о запрете вообще. И на вопрос Анатолия Викторовича Крючкова, так что, по-вашему, социалистическая идея для России потеряна, Геннадий Андреевич сказал, да, на какое-то время так. Поэтому, значит, вот с исторической точки зрения, тем не менее партия есть и название коммунистическое. Почему так получилось? Потому что, несмотря на гениальную задумку, когда целый год Конституционный суд сковывал внимание людей перед экраном, сидят те, кто считал себя коммунистом, да, и разрешат или не разрешат деятельность КПСС, будет или не будет добро дано, целый год. За это уходит время души, люди, связи теряются. Классно растает противника, социальных паразитов при этом делении. А красная волна все равно растет. Растянули силы, определенная часть в социал-демократы, определенная часть в ура-патриоты, в разные. И по воспоминаниям Ивана Рыбкина, а это один из, значит, членов КПРСФЦР, депутат тогда, первый спикер Думы, забегая вперед, по его воспоминаниям, проведено совещание у Бориса Николаевича, где принято решение о том, что надо перехватывать инициативу. Надо ввести процесс в конструктивное русло. Оппозиция должна быть культурной, лояльной, управляемой, цивилизованной, ответственной и прочее, прочее. Поэтому, грубо говоря, переждавший аппарат, получив добро, собрал переждавших членов партии, под объединительным лозунгом захватил в эту кампанию достаточно много и хороших людей, в том числе и довольно ортодоксальных элементов из нашей партии, в том числе. Потому что говорят, ну все же, мы же давайте объединимся, а там будем рулить в левую сторону. Тогда было много раздумий, но в основном в РКРП приняли решение, что уже были мы в такой ситуации, когда в партии с коммунистическим названием коммунисты были в меньшинстве. КПСС на излете, да? И мы больше на этот круг заходить не будем. Товарищи пошли, многие пошли, даже целые организации. И некоторые до сих пор при встрече со мной, вот Аволяне, Термарус Георгиевич, кто его знает, и все равно ты виноват, Виктор. Я говорю, почему? Вот если бы ты пошел и вся партия бы пошла, там бы была другая ситуация. Ну, вздыхаешь горысно, убедить верующих трудно, как просто. А для всех нас отмечу, что в окружении Геннадия Андреевича Зыгонова уже давно, уже больше, наверное, 10-15 лет нет ни одного человека, который бы на рубеже 90-91 годов выступал бы против Горбачева, Горбачевщины и курса на рынок. И те, которые перешли, в том числе от нас, они вымыты оттуда. Макашов, Косолапов, Ричард Иванович, Шенин Олег Семенович, кстати, тоже, когда вышел из тюрьмы, надеялся, а потом пошел. Поэтому, вот это, создана партия без тараканов. Ну, образно, образно выражаясь, как, значит, как наш президент говорил. И ордена выданы не напрасно, потому что Геннадий Андреевич сам в своих книгах, которых много, и как доктор философских наук подчеркивает, что он трижды спас Россию от гражданской войны. Трижды. Это Ленин, наверное, с его точки зрения, безответственно говорил там, нас пугает гражданской войной, но если что, они ее получат. Гражданская война – это высшая форма класса ее борьбы. А Геннадий Андреевич трижды спас. Первый раз в 93-м году, когда в дни кровавого октября сказал, что воздержитесь, сидите дома, никуда, ничего. А после этого приняли участие в выборах, помогли протащить Конституцию на крови, по которой мы, в общем-то, сегодня живем. Второй раз в 96-й год, когда после выборов была возможность нарастить инициативу, и по признанию даже Медведева выборы выиграл не Ельцин, да? Но Геннадий Андреевич объяснял, что у него была поддержка там по окраинам, а в центре, так сказать, ситуация была не было приятная, поэтому нельзя было идти на обострение. Дело даже не в этом. Он первый на следующий день, еще до публикования и даже до оглашения результатов Центральной избирательной комиссии, позвонил в ЦИК и поздравил. Не в ЦИК, Бориса Николаевича, да, поздравил с победой. Ну, кстати, они долгое время жили в одном подъезде, поэтому, как Геннадий Андреевич любит говорить, или тогда, я всегда здоровался, когда мы встречались. Ну, и последний, 98-й год, когда огромные долги по зарплате, выступления людей, когда руками Кириенко проводится дефолт, да, 98-го года, киндер-сюрприз, на него сваливают всю вину, и, опять же, это не я, а Геннадий Андреевич говорит, звонок Ельцина и нездоровый спрашивает, что будем делать, надо спасать положение. Положение спасло так называемое правительство народного доверия Маслякова-Примакова-Примакова-Маслякова, которые успешно обесцененными рублями заткнули долговые дыры, сбили волну, так сказать, выступлений, и через какое-то время были отправлены в отставку, заменены сначала на Степашину, потом на Путина премьера, да. На этом это выступление закончилось. Значит, после этого парламентское житие, значит, КПРФ, значит, оно стало формой существования, формой существования и партии, и руководства. То есть, это классический образец таких парламентских партий западных, которые всю работу сводят к выбору, компания выборная, финансирование. Значит, одни выборы закончились, надо готовить следующие выборы, поэтому что... И всё более и более ясно, значит, делается ГРЕН в сторону представительства среднего, мелкого, а уже скоро и крупного капиталов, да, как в числе кандидатов, в числе депутатов, в социальной базе партии, так и в воплощении интересов. Достаточно сказать, что на последних президентских выборах уже интересы коммунистов, интересы рабочего класса представляет миллиардер, барин, помещик Грудинин, хотя со славным названием совхоз имени Ленина, или как Чугур. Ну и, значит, кто следит за ситуацией, наверное, знает, что и сами списки КПРФ насчитывали, ну, вот 100 кандидатов, у которых годовой доход переходил там за миллионы, а если посмотреть на остатки на банковских счетах, то тут, значит, рекордсмен рыбной корой Блотский, да, у них, 248 миллионов на банковских счетах. Можно там цифры доходов привести, кстати, и сами руководители коммунистической пролетарской партии нехило в декларациях открыто отсчитались. У Джиганова остатки на счетах 49 миллионов, у Калашникова 43, у Мельникова 18. Это при том, что и государственное финансирование идет в миллиардном исчислении, в годовом, да, там полтора, 1,8 миллиарда рублей. Финансирование за время действия законов ОБРО в политических партиях с 2003 года увеличено в 300 с лишним раз, в 300 с лишним. Сами себе законами увеличивают это финансирование по этим делам. Поэтому, поэтому переходим, или заканчиваю я, поскольку регламент у нас уже исчерпан. Значит, коротко можно сделать такие выводы, что, конечно, по программным установкам, по программным своим установкам КПРФ является партией, ну, может быть, социал-демократического толка, ну, так сказать, с левой фразой и с коммунистическим названием. Если вот коротко бы спросить нас, а какие у вас претензии к ним? Ну, наверное, нет смысла перечислять на наш анализ, который я там проходил, или как-то. Сказать, у нас одна претензия. Название, да, чтобы они не порочили, да. Вот, как в своё время социал-демократические партии второго интернационала испачкали рубаху, да, социал-демократии, так вот сегодня эту работу, к сожалению, выполняют наши друзья, соперники из КПРФ. Значит, форма работы у них в основном – это, а, работа критики, которая является во многом полезной, они её выполняют умело, они образно и горячо, и искренне обличают мерзости капитализма, да, и с этой точки зрения газеты, и там передачи, и сайты, и так далее, можно использовать, и он, как бы сказать, волну недовольства поднимает, но эту волну и энергию недовольства, они уводят в сторону, значит, канализации и демпфирования, то есть, сглаживания, вот на следующих выборах, а вот дополнительно годы. То есть, таким образом, можно сказать, что это системная партия, которая помогает буржуазному строю стабилизировать ситуацию, потому что самая надёжная диктатура буржуазии – это буржуазная демократия, потому что она внушает иллюзии, что на что-то влияют, и вот эти выборы, они… Поэтому, ну и с точки зрения практического совета, наши действия, или как мы должны все, конечно, значит, мы должны в теоретическом плане вести непримиримую борьбу, показывать вот эту пагубную роль и измену делу рабочего класса. В практической борьбе это не значит, что мы не можем где-то, временно, на каких-то участках конкретных сотрудничать, в том числе с региональными организациями. Примеры этому у нас есть, в том числе и в Ленинграде в определённой степени, есть в некоторых других городах и прочих. Вот на этом я, пожалуй, что закончу. Спасибо. Ну, не садитесь, вопросы. Вопросы есть? Давайте. Значит, вопрос, как оценивают КПРФ, зарубежные коммунистические партии, которые стоят на позициях ортодоксального марксизма. Вот те, которые стоят на позициях ортодоксального марксизма, те оценивают так же, как мы, примерно. Значит, в международном масштабе есть организация, самая широкая организация, которая объединяет коммунистические рабочие партии, называется «Солидная встреча». В ближайшем будущем, 10-12 октября, состоится встреча «Солиднет» в режиме интернет-конференции онлайн и прочее, прочее. Ну, значит, актуальным, ну, как бы, больным вопросом вот в этом сообществе является, как дальше себя вести. Почему? Потому что собранным в этом сообществе, в мире вообще, партии, которые, так же, как у нас вот здесь в России, имеют коммунистические названия, да, или рабочие, или чего-то, применяют соответствующую фразеологию, но отнюдь не все из них являются соответствующими тем требованиям, о которых мы говорили, которые нам классики, да, завещали, которые нашей теорией выражаются. И кое-кто пробует форсировать вопросы, говорит, пора размежеваться, пора, так сказать, давайте, ну, я думаю, что сегодня, к сожалению, правый уклон, вот этот, он преобладает в этом сообществе в том или ином виде. В том числе, он распространяется на отношение, так, к сегодняшним примерам, в том числе, в первую очередь, наверное, к политике Коммунистической партии Китая и соответствующей модели рыночного социализма, который преподносит, как образец, как там, то, сё, пятое-десятое. Значит, пока, вот наша точка зрения, что идти на размежевание вот этого сообщества, на разрыв и так далее, не надо и неправильно, потому что это трибуна, в том числе трибуна там, где ты сегодня можешь высказать то, что мы думаем и про КПРФ, и про, если надо, Компартию Китая, или про печальный опыт Компартии Украины, которая в своих заигрываниях с буржуазным правительством строя партии регионов способствовала, по большому счёту, приведению страны вот к сегодняшнему профашистскому режиму и прочее. Но одновременно при этом мы стараемся, вместе с теми партиями, которые ортодоксальных позиций придерживаются, сколотить и внутри этого сообщества Солиднет и шире коммунистический полюс. Есть уже такая форма, как Европейская коммунистическая инициатива, куда входит порядка почти 50 партий. Есть журнал, который совместно выпускается, коммунистический обзор международный. То есть, определённая работа ведётся в этом направлении. Но ситуация очень-очень непростая. И в 2014 году вот эта волна оппортунизма, она тоже захватила большинство партий второго интернационала, да? То есть, эти явления бывают вот такую ширину, приобретают, что даже, значит, становится очень не по себе. В чём, на ваш взгляд, состоит отличие КПРФ от Компартии Китая и от Компартии Украины? В чём состоит? В том, что Компартия Китая находится у власти, и, как я лично считаю, да, при всех своих теоретических, может быть, заблуждениях, Компартия Китая, она не жует соплей, и когда надо было, были события, той же Тинельминь, да, так сказать, применили силу, потому что понимали, что интересы целого, интересы миллиарда с лишним, так сказать, людей простых, они гораздо выше, чем, значит, интересы тех, кто пробует размахивать флагом так называемых общечеловеческих ценностей, там, и прочее, прочее, на самом деле, значит, играя на руку международным империалистическим кругам по этим делам. Ну, и в том, что, значит, Компартия Китая, она, значит, свою линию вот эту, которая, ну, с теоретической точки зрения, значит, весьма, весьма сомнительно, что ли, и наш прогноз такой, что он может кончиться печально этим делать. Тем не менее, они, значит, эту линию проводят с целью, в их понимании, построения благополучия народа китайского, да, потому что они показывают вот эту линию развития по всем направлениям, темпы, объемы, уровень потребления, жизнь граждан и так далее, она у них идет по восходящей, хотя при этом и социальный разрых увеличивается, увеличивается, увеличивается. А наши друзья из КПРФ, по большому счету, они просто вписываются в режим, они приспосабливаются, они по результатам не улучшают житие, бытие граждан или чего-то, они себе обеспечивают, ну, вот, существование в тех формах, которые они успели захватить, прихватить или что-то. Достаточно и примеры-то личные привести. Тот же Гзюганов. Внук, уже депутат там и прочее, прочее. Хотя чем он отличался? Где он это самое? В какой борьбе? В какой организации там рабочего класса? Или где? Субтитрия. Еще более интересный пример тут есть. Сейчас скажу. Публицист есть такой, Александр Хролов, знаете? Член ЦК КПРФСР был вместе, так сказать, поддерживал движение некоммунистическое. И потом вместе с группой товарищей вот в КПРФ перешел и был депутатом Госдумы, первым членом ЦК и один из известнейших публицистов Советской России, публиковался и так далее. В ноябре 2012 года был задержан зять Зюганова Сергея Никифоров вместе с чиновником правительства Мастуквы и безработным некто Симоненко по подозрению в получение взятки в размере 233 тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело и так далее. Значит, дальше уголовное дело по зятью было выделено в отдельное дело производства, потом прекращено. Вот публицист Фролов написал, что похоже взяли на крючок. В ближайшее время следует ждать, спустят позиции, сольют, так сказать, воду. И помните, после 2011 года выборов была волна протеста и как КПРФ угрозилось, мы дойдем до Верховного суда и там, так сказать, все выложим и прочее, прочее. Через какое-то время Иван Иванович Мельников, так сказать, сказал, что нет, КПРФ принял решение, в суд документы передаваться не будут, потому что бесполезно это все с ним, и прочее, прочее. Вот маленький штрих, но, так сказать, один из ответов на вопрос. Чем отличается от Компартии Украины? Ну, тем, что, наверное, КПРФ по умнее немножко. КПРФные деятели, так сказать, они не шли на такие уж откровенные, не идут на совсем откровенные сговоры с властями, как-то делали товарищи под руководством Симоненко, вплоть до того, что они приняли решение об исключении из партии членов Союза рабочих Украины, потому что как критика не нравилась и прочее всех этих дел. Значит, КПРФ действует более тонко, что ли, изощренно, хотя КПУ – это однозначно слепок с КПРФ, которые, по своему разумению, повторяют теоретические зады КПРФников. Ну, а достаточно сказать сами показатели. Значит, дай Бог память, какой там был год, 1900, наверное, ну, в районе 96-го, так, примерно, когда и КПРФ была на взлёте с Зигановым. Симоненко на выборах президента Украины получил более 40%. Более 40% позиция партии была, да? Сегодня партия уже получила менее 3%, а до этих выборов и вообще, так сказать, не допущено, загнано, формально запрещено или пытаются её запретить судами. И хотя мы их поддерживаем в этой борьбе, да? Потому что какая ни была, так сказать, методами запретов. Это борьба с идеологией идёт и прочее, прочее. Но никакой поддержки от трудящегося народа они уже не получают, потому что... Ну, а как верить после того, когда? Вот так верить. Причём с участием фракции КПУ после переворота, совершённого на Майдане в 2014 году, был легитимизирован вот этот режим во главе, там, кто стоял этого самого, в Раде, да? Вместо Януковича временно там утвердили и прочее. То есть, они практически помогли легализоваться в общественном мнении, перед мировым сообществом, вот тому самому национал-бандеровскому режиму, который сегодня правится. Всё. Не присаживайтесь. Да. Затучительное слово. Наступающий. Так, ну... Я думаю, что вот главный вывод из всей этой ситуации, значит, у нас должен быть один. В тех видах, формах борьбы классовой, которые мы ведём, теоретическая, политическая, да, экономическая, значит, всё-таки теоретическая борьба, она занимает особое, я бы сказал, главенствующее место. В конечном счёте ведь, ну, побеждают мозги, да, это главное оружие. И то, что бывают вот такие отливы огромные, нам уже показывают пример 2014 года, я упоминал, когда партии второго интернационала скурвились, да, нам это, к сожалению, показывают пример КПСС, которая была большая, которая была многомиллионная, за которой много-много славных дел, да, не меньше, чем там за сегодняшней Компартией Китая. Достаточно вспомнить и Великую Отечественную войну, и космос, там, и индустриализацию, и всё-всё-всё. И вместе с тем... Почему? Потому что те ошибки, которые совершаются, в первую очередь, в области теории, так, они потом находят своего воплощения, не сразу, не сразу, а рано или поздно проявляются, проявляются и в политике, и в экономике, и в конечном итоге могут привести вот к откату назад, к контрреволюции. Я уже приводил такой пример, мне кажется, показательный. В 1999 году перед выборами в Государственную Думу мы пробовали договориться о едином блоке вместе всех оппозиционных и левых коммунистических сил с КПРФ, с Геннадием Андреевичем Зюгановым, с другими. Но, значит, получили отказ. Ну, кстати, мы и в другие года пробовали, да? В свое время просили, предлагали всего одного рабочего включить в список в 2011 году. Обещали, были, рассматривали это в полном серьезе. В последний момент включили генерала ФСБ, личного друга Путина Черкесова, да? Ну, так вот, значит, мы тогда не просто получили отказ, а Геннадий Андреевич выдвинул идею, мы пойдем несколькими колоннами. И вот шел разговор. Бабурин, председатель РОС, Илюхин, руководитель движения поддержки армии, и я, как представитель РКРП тогда, значит, сидели и разговаривали у Бабурина тогда в кабинете, он был вице-спикером, значит, о том, что давайте попробуем создать блок, тогда блоки разрешены были по законам, и пусть он будет называться коммунисты и патриоты России. Вроде бы все сказали, что по сути это правильно, надо бы так, но, не значит, только вот мы три эти партии, а остальных сюда можно подтянуть, да? Ну, а Виктор Иванович Илюхин, царство ему, значит, говорит, я не смогу. Почему? Потому что мои структуры движения ДПА, они основываются на структурах КПРФ. Если вдруг я возьму, значит, в название слово коммунисты, блоки, значит, меня назовут сразу провокатором, ну, и внутри движения, так сказать, устроят переворот, или что там будет. На что интересно вот ответил Бабурина Сергея Николаевича, странно, Виктор Иванович, говорит, я вот себя коммунистом не называю, нет, но я отлично понимаю, что коммунизм, да, коммунистическая идея, это достояние человеческой, мировой человеческой культуры. Это наука, это выработано, значит, и отдавать это дело на отку Бзюганову, это значит оставить Россию на какое-то время без коммунистической перспективы. Поэтому я, хоть и не коммунист, но я готов вот взять это. И вот тогда договориться не удалось, и пошли не просто там двумя или тремя колоннами, а размыли гребенку и ДПА, и РОС, и Партия мира, и Согласия, и справедливая тогда Россия была, и воля народа, и еще 9 субъектов были левой ориентацией такой. Технологически это очень просто объясняется. Если было бы два, да, избиратель пришел, дай-ка я разберусь, кто один или второй, правый или неправый. А когда пришел, тут их 10, давно их всех надо за самую крупную проголосовать. Так оно примерно и было. И мы снова оказались на втором месте, за чертой после прошедшей в Думу. Но при том, что тогда набрали не так много, да, значит, миллион шестьсот тысяч голосов, это было больше, чем вся остальная гребенка за нами. И ДПА, и РОС, и сталинский блок Виктора Ивановича, и Партия мира, и так далее. Поэтому, значит, главный совет, главный вывод для нас, значит, продолжаем учебу, продолжаем теоретические занятия, не только сами, но и все мы эти знания в свои организации, в свои звенья, в рабочее движение, там, где мы работаем каждый день. Все. Спасибо. Виктор Акадьевич. Как и менее, встречаемся в следующий четверг по схему занятий «Итоги выборов в Госдуму» и задачи промышлого движения. Выступает первый секретарь ЦК Валентин Санкт-Петербург. Встречаемся в следующий четверг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова